аэропорт внуково выглядит пустоватым по сравнению с былыми временами чем-то народу действительно мало на вылете в общем-то спросили только паспорта при этом спросили еще пациент но даже не просто не проверили не посмотрели то есть просто посмотрели паспорт и все привет любители активного отдыха нахожусь в аэропорту внуково сейчас вам расскажу почему вообще вы видите это видео и что я делаю в аэропорту вы уже слышали в наших анонсах на нашем канале что мы запускаем новый онлайн магазин пока что онлайн для любителей активного отдыха на природе называется VRoutdoor.ru сайт уже запущен пока что работает в таком лайтовом очень режиме особо там не заполнено но мы уже на пути следующем следующей весной следующим летом он уже надеюсь будет активно работать почему я в аэропорту потому что у меня начинается отпуск я решил его провести в турции по ходе то есть не в режиме все включено в походе и естественно я буду использовать то оборудование которое мы вам будем предлагать и собираюсь сделать какие-то обзоры на это оборудование но и показать вам как вообще можно путешествовать по турции без алл инклюзива походить я собираюсь не один со своей женой лечу мы хотим пройтись по ликийской тропе к сожалению вот накануне вылетов смотрю за происходящим на страничке фейсбука самой ликийской тропы и вижу сообщение что там из-за пожаров которые были почти уже наверно месяц несколько недель назад в турции она закрывается закрыто там очень жарко сухо не боятся повторения пожаров поэтому я честно говоря не знаю куда я лечу у нас есть два варианта запасные до по одной части пройти по восточной и по западной вроде бы как восточная закрыта это анталийская часть та часть который за пределами анталии западная вроде бы пока открыто в общем пока долетим пару дней еще проведем в анталии и посмотрим что же будет то есть какой несколько несколько авантюрная поездка надеюсь что все будет хорошо куча свободных мест даже как непривычно и вообще в пандемию первый раз куда-то вылетаю пустой аэропорт на меня очень удивительно видеть теперь расскажу где в анталии можно купить газ для кемпинга сейчас я нахожусь торгового центра называется он и раз то здесь есть во-первых декатлон торчит и за декатлоном вот прямо за декатлоном есть баухаус и там и там продают газ причем вот на данный момент на 7 сентября двадцать первого года в декатлоне газ маленький 230 граммовый баллон стоит 45 лет а в ваухаус и точно такой же баллон стоит 39 лет небольшая экономия пользуйтесь приехали на водопады посмотреть называется верхние дюденские водопады начинаются они с каких-то там таких турецких кафешек самых примитивных как в любых парках там в 80-х годах в россии в ссср точнее а тут дальше вот такой красивый водопад я так понимаю что это потом ущелье она дальше идет море и там еще один езденский водопад это прям где впадает эта река уже непосредственно средиземное море народу в общем-то не очень много но это будний день основном наверное даже местные какие-то турки туристов пока не видел автобусов тут никаких не стоит ехать от центра анталии на автобусе где-то минут тридцать я понял где все люди они здесь стоят около водопада красиво красиво судя по берегам это все когда-то было водой вымото таким хорошим потоком который сгоршил сейчас это все небольшое но водопад красивый привет друзья мои сегодня 8 сентября мы планировали начать наш поход по ликийской тропе как раз 8 из анталии по восточной части но из запретов власти анталии говорят что там все перекрыто полиция разрешает никому заходить в леса из-за боязни повтор пожаров которые были в анталии несколько недель назад в общем мы решили переехать на западную часть тропы который находится начинается в городе фетхие здесь начинается неофициальное начало тропы официальное начинается где-то вальденизе но это недалеко отсюда ну зато здесь есть тоже некоторые достопримечательности например всем покажу вот такие ликийские гробницы вырубленные прямо скалах в общем мы решили перебраться сюда и начать уже свой путь завтра с утречка встать и пойти на тропу сейчас просто идем гуляем по городу ну точнее не по городу решили посмотреть достопримечательности из города фетхие которые мы переехали из анталии мы на такси доехали до очень интересного места откуда ну как бы так неофициально начинается тропа она конечно начинается еще ниже но мы решили эту часть которая по дороге идет проехать на такси потому что ну какой смысл ехать точнее типа жаре пешком сейчас я вам покажу где мы находимся это называется заброшенный город каякель это реально достаточно большой город причем заброшен он был всего лишь в 1923 году то есть до этого момента здесь жили греки а в двадцать третьем году закончилась турецкая война которая ну в которой турция убедила и греки были вынуждены уйти и якобы турки здесь жить не захотели потому что этот город находится на горе ну то есть на такой горный с на горном склоне они привыкли жить на равнинах ну честно говоря мне эта теория как-то сомнительно кажется потому что вот сейчас они тут вокруг живут в этой же самой местности в горной никто не парится а 1923 год это извините 100 лет еще не прошло это прям было вот недавно недавно так ну все мы при упаковались дальше пойдем уже по тропе все еще находимся в этом городе заброшенном ну тропа как раз через него проходит из него кстати есть две дороги одна дорога ведет на пляж алюдо низа получается пересекаете вот этот хребет и потом вниз на пляж либо дорога идет чуть-чуть по верху она идет как бы верхнюю часть алюдо низа к этой к официальному началу тропы к этой желтой арке но мы пошли по верху точнее хотим пойти по верху потому что вчера на пляже мы уже были и после этого пляжа подниматься опять вверх далеко и придется опять там брать такси поэтому решили пойти по верху через лес и прям уже непосредственно должны выйти к началу к официальному началу ликийской тропы так у нас все мы готовы перепаковались сейчас возьмем палки в руки и вверх так друзья мой дошел я точнее мы с женой дошли до начала официального ликийской страны тропы вот эти ворота знаменитой тропа идет сюда вправо тут кстати на протяжении всех дорог стоят вот такие канистры с водой ну или бывает просто баклажки 5 литровые в общем с водой то что-то вокруг дорог все сухо не дай бог какой-нибудь драйвер выкинет бычок на улицу в окошко и тут может полыхнуть то что сухое ну и что было чем затушить вот прям вдоль трасс стоят емкость с водой такая противопожарная система в общем сюда мы шли вот от этого заброшенного города наверное часа три ну и плюс где-то на полчаса остановились последний кафешки перед поворотом с дороги сейчас нам куда тот предстоит идти туда вот вдоль горы пересекаем подъемник подъемник работает на гору может подняться снизу оттуда парапланиристы летают так что в общем то тут есть чем заняться помимо пешего туризма хочу показать вам вот такой вид это первый вид но практически от начала тропы мы еще часа не прошли по официальной тропе такой вид на бухточку пляж аль-денис там еще какой-то заливчик а фитхе находится в следующем заливе планиристы тут летают кучами а дальше идет вот такая вот узенькая тропинка вот такой небольшой участок он не то чтобы экстремальный но узенький идет вверх там обрыв другой страны тут вот впереди тоже интересный участок вот такой вот между камней пароход в скале в общем дошли мы до места которые планировали это вот все вот эту гору вот даже вот тут там видно еще дорога вот мы по ней шли и вот эту всю гору мы прошли это уже от начала ликийской тропы так скажем шли здесь наверно еще часа три и где-то к шести пришли вот на стояночку такая стояночка но самая приличная стояночка вот на этом переходе там наверху дорога идет по которым можно машине доехать но мы идем пешком так скажем палатку поставили палатку сейчас попьем чайку есть уже сил нету готовить потому что что-то мы сегодня очень напряглись с непривычки это все далось как-то тяжело садится солнце зато у нас вот такой вот красивейший закат кстати хочу поделиться опытом с палаткой вот мы и не стали накрывать вторым слоем верхнем и оставили пол одну половину накрыли меньше среди меньше половины было накрыто стальная часть была открыта сетка ну думаю что будет жарко ночью в общем ночью было совершенно не жарко в итоге залезли снова спальники с утра вся эта роса выпала прямо на спальнике то есть утра они все были мокрые поэтому даже такую в теплую погоду лучше всего накрываться все-таки полностью когда бы эта роса была бы на тенте а не на спальниках честно говоря не особо есть силы снимать потому что я держу большим рюкзаком с тяжелым у меня рюкзак действительно тяжелый то что жены колено болит мы нагрузили по минимуму а мне он где-то 20 килограммам приближается с полным запасом воды вот такие вот встречаются источники но этот сухой нет воды сейчас жарко пересохли некоторые ручьи в общем не рюкзак тяжелая поэтому снимать особо много не могу давайте пока расскажу о себе то вы видите меня на каких-то видео но не знаете кто я почему вообще это делаю меня зовут юрий я сноубордист уже давно то есть наверное с девяносто второго может быть девяносто третьего года не помню уже точно история вообще движение такая что восьмидесятых конец восьмидесятых была тусовка роллеров парке горького не скучный сад а ну и конечно же сад около кремля александровский сад там в основном вся тусовка была ну ездила там вода инха туда-сюда по всему городу это была такая альтернативная на тот момент тусовка молодежь которая не стандартная не 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 формалы с нами рядом сюда тусили какие-то любители новых музыкальных направлений так вот как-то кто-то притащил кассету со сноубордистами все очень запали они стали искать возможности где то все можно купить на тот момент у нас конечно ничего не продавалось у нас была горнолыжная тусовка которая находилась в том же канте там было пару вагончиков где можно было купить горные лыжи и было еще развал на улице сайки на дом 4 это где сейчас находится магазин спорт марафон там была комиссионка спортивная и туда люди сдавали свои лыжи что можно было по дешевке купить горные лыжи на тот момент горными лыжами собственно занимались либо фанаты энтузиасты либо реально богатые люди которые могли куда-то выезжать и кататься в какой-то момент на этом самом развале стали появились ноуборды назывались громил по фамилиям их производители грош и мельников но сноубординг это так скажем моя мое основное увлечение я попал на работу магазине олимпийские игры собственно благодаря этому увлечению когда ребята решили что надо организовать магазин и стали искать кто в нем работал так как все друг друга знали опять же вышли у меня тоже я решил что я хочу работать в этой индустрии и работал так мы открыли как он там девяносто восьмом году по моему перед девяносто девятом открыли магазине олимпийские игры ну и собственно этом проработал практически до его завершения потом перешел работать в оптовую фирму который занимается тоже всеми экстремальными видами спортом и дистрибьюторы разных брендов сноуборд скейтборд аксессуары до кайн например и вот недавно нам попали аутдорные бренды которые мы решили тоже будем развивать и соответственно вот я иду и и тестирую эти вещи но походы давно хотелось ходить все как-то не доходили руки ноги желание ну а тут решили совместить женой отдых с походом и заодно поснимать что для канала поэтому вы все это видите на нашем канале ну буду держать вас в курсе как и что сейчас пока просто идем по дороге периодически между деревьев где-то там мелькает море вокруг горы высокие красота жарко ну вода есть можно идти спокойно остановились на привал небольшой посидим попьем водички передохнем тут уже недалеко поселение с кафешками сейчас туда зайдем ну в общем познакомились да приятно познакомиться я конечно не могу себя назвать экспертом потому что наверное эксперт это тот кто прям досконально знает все 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 ну я могу например по подержав в руках сноуборд понять как если на нем будете себя чувствовать на склоне на разных видах снега ну то есть все то что приходит с опытом так что заходите в наш кафе заходите в наш магазин у нас там очень хорошая селекция сноубордов это я говорю про магазин на москве на таганке это уникальные модели таких нет нигде в россии сейчас вообще только в магазине сквот на таганке некоторые модели у нас есть и в наших магазинах в других городах и в питере и в ксенбурге и в новосибирске и в тюмени так что но ограниченное количество моделей в общем про сноубординг зимой говорить здорово хочется конечно сейчас куда то в море или в снежке поваляться но идем пока по жаркой дороге солнечной в тюмени а в тюмени Продолжение следует...